Уважаемые коллеги, тема моего сообщения немножко отличается от этой тематики, которую мы тут все слышим. Поэтому слышали, она касается неспецифической профилактики инфекции, переносимой эксцидовыми клещами. Нужно сказать, что инфекции, переносимые эксцидовыми клещами, являются актуальной проблемой для здравоохранения Российской Федерации. Известно, что дети, как и взрослые, в природных биотопах подвергаются нападению эксцидовых клещей и заражению возбудительными инфекциями, которые эксцидовые клещи переносят при кровососании. Нужно сказать, что за последние 10 лет в Российской Федерации было зарегистрировано от 400 до 550 тысяч обращений людей в год по поводу присасывания клещей. Из них до 25% пострадавших составили дети. От 1700 до 3700 тысяч случаев заболевания клещевым эцефалитом в год. Из них в разные годы от 10 до 15% заболевших составили дети до 17 лет. В этот же период было зарегистрировано от 5700 до 9900 тысяч случаев заболевания эксцидовым клещевым бородиозом. Из них в разные годы от 10 до 16,5% заболевших составили дети до 17 лет. В Москве в течение последних 10 лет было зарегистрировано от 10 до 20 тысяч обращений в год по поводу присасывания клещей. В разные годы от 17,5% до 21% пострадавшие дети до 17 лет. В этот же период было зарегистрировано от 489 до 1189 случаев заболевания эксцидовым клещевым бородиозом в разные годы. Из них от 5,5% до 8,5% случаев приходилось на детей до 17 лет. Нужно сказать, что в Москве в последние годы регистрировались завозные случаи клещевого эцефалита. Это от 4 до 14 случаев. Из них 3 случаев среди детей до 17 лет. Нужно отметить, что Москва не является эндемичной территорией по клещевому эцефалиту. Но, тем не менее, в 2016 году был зарегистрирован местный случай клещевого эцефалита. В 2017 году группа исследователей из разных институтов, это был институт эпидемиологии, СНИИ, это институт дезинфектологии и наш институт Эвнеуми и Пирогова. Благодаря нашим исследованиям из клещей, эксодис, рицинус и мозга рыжей полевки, отловленных в лесопарке в районе Крилаское, был выделен вирус клещевого эцефалита, европейский субтип. Нужно помнить, что любое заболевание, которое возникает после присасывания клеща, нужно рассматривать все-таки как бикст-инфекцию. Для большинства инфекции исключение составляет, пожалуй, клещевой эцефалит и тулеремия, меры специфической профилактики не разработаны. В связи с этим возрастает значение неспецифической профилактики инфекции, переносимых эксодисными клещами. Надо сказать, что мы проанализировали в случае обращения детей до 17 лет в медицинские организации Москвы за период от 2015 года до 2018 годов и обратили внимание, что основной группой риска у нас являются дети от 3 до 6 лет и чуть меньше в случае присасывания клещей наблюдается у детей от 7 до 14 лет. Мы также выделили случаи эксодовых клещевых бриллиозов среди детей за период 2010 года до 2018 годов. Это данные Роспотребнадзора Центра гигиены и эпидемиологии по городу по данным истории болезни детей, лечившимся за период 10-18 год в Москве. И мы обнаружили, что 50% случаев присасывания клещей наблюдается в область головы. Детализация мест присасывания клещей у детей до 17 лет, которые находились на лечении в клинической больнице номер 1 города Москвы за период 10-18 год показала, что наиболее часто область присасывания у детей от 3 до 6 лет в 45% случаев – это голова. Далее идут дети от 7 до 10 лет. Ну а что касается присасывания клещей, тут практически аналогичная ситуация. Наибольшее количество присасываний клещей мы наблюдали у детей от 3 до 6 лет. Что касается других мест присасывания, что с увеличением возраста ребенка, мы наблюдаем уже присасывание больше в другие части тела. Нужно сказать, что такое распределение случаев присасывания и, в общем-то, заболевания, оно, безусловно, обусловлено особенностями детского возраста. Мы знаем, что дети до 2 лет неустойчиво стоят на ногах, часто падают. Их, в общем-то, перевозят родители в колясках, переносят на руках, то есть они больше находятся под наблюдением родителям. В возрасте 3-6 лет дети очень активны, их активность уходит из-под контроля. И, безусловно, здесь мы видим наибольшее количество случаев нападения клещей, контакта с клещами. Дети от 7 до 14 лет активно растут, развиваются, любят играть в подвижные игры. Мы обратили внимание, что они чаще всех выезжают на дачу. И это тоже тот опасный возраст, когда мы встречаем наибольшие случаи и заболевания, и присасывания клещей. Что касается развития детей, то мы должны отметить, что рост ребенка ниже, чем у взрослых. И этим, видимо, все-таки обусловлено то, что клещи чаще всего нападают в область головы. Кроме того, особенности развития кожных погровов, ее защитной функции. У детей наиболее тонкая кожа, незрелость местного иммунитета, что именно облегчает проникновение различных патогенов через защитный барьер. Кроме того, в возрасте до 14 лет мы чаще всего отмечаем повышенную чувствительность различным биотическим, а биотическим, химическим факторам. Что касается подростков 15-17 лет, то здесь уже происходит формирование иммунной системы, физическая личностность, становление ребенка, приобретение определенного опыта. Мы отметили, что эти дети, по нашим наблюдениям, как раз очень редко гуляют в парках, а заняты или своими социальными сетями, или так далее, какой-то своей другой жизнью. То есть, и как раз мы думаем, что это тоже определенный фактор в том, что именно эта группа у нас детей не так часто подвергается падению клещей. Но таким образом, подводя итог, могу сказать, что таким образом у нас возможность контакта с клещами в различных возрастных группах будет различной. Кроме того, на возможность развития, на падение клещей играют и биологические особенности, о которых мне тоже хочется очень коротко сказать. Это сложный состав популяции клещей. Нужно отметить, что на детей нападают все стадии развития. Личинки, нимфы и взрослые особи, если на взрослых нападают только взрослые клещи. Затем способность прикрепляться к людьми движущимся объектам. То есть, объектам клещи могут нападать не только на человека, но и на коляске, прицепляться и к любым движущимся предметам. Высота ожидания объекта клеща при кровососании обычно составляет от 10 до 80-100 см от земли. Этим, видимо, и обусловлено то, что клещи наиболее часто у детей, которые, в общем-то, и рост их ниже, чем у взрослых, нападение происходит в область головы и шеи. И еще две особенности клещей. Может быть, кто-то знает о них, но тем не менее, это отрицательный геотаксис и тигматаксис. Тигматаксис. Клещ всегда будет ползти вверх против градиента земли и будет всегда искать укропное место, где он может присосаться, а именно тонкая кожа, и где он может спокойно совершать акт питания. И вот у детей, по нашим предположениям, вот этот вот период сокращается, потому что и рост ребенка этому способствует, да и кожа, и место присасывания. Все близко, поэтому, в общем-то, и на возможность нападения клещей у детей намного больше. И мы хотим еще, коротко, такой маленький слайд, наше наблюдение. У нас работа проводилась как в Москве, так и в Иркутской области, в очагах клещевой энцефалиты и ворелиозах. Это высота растительности, которую тоже нужно учитывать, когда мы говорим о нападении клещей. До метра и выше, а здесь довольно-таки низкая трава, то есть в различное время года, в общем-то, и уровень нападения клещей будет различным. В последнее время очень активно применяются различные социологические исследования для разработки рекомендаций. И мы также решили провести некоторые исследования. Мы провели опросы в парках, и среди посетителей, конечно, наибольший интерес представляли ответы молодых родителей с детьми. И выяснилось, что родители, в общем-то, очень хорошо осведомлены об опасности, которые несут клещи, и о мерах защиты от них. Но, тем не менее, никто из родителей никаких профилактики по нашим наблюдениям не соблюдал, детей не осматривал. И вот наши кадры, когда мы видим, что коляска стоит, ну, и здесь еще низкая трава, но иногда бывает оставлена и в высокой траве. Ребенок сидит в траве, играет, ходит по траве, как мы видим, не опутая. И движение, обратили внимание, что очень часто мамы едут с колясками, задевая довольно-таки высокую траву, не только колесами, но и ножками детей. Таким образом, вот то, о чем мы говорим, возможность проникновения клещей на тело ребенка. И еще одни очень интересные результаты наших социологических исследований в социальных сетях, это мы видим, что ответы наших эспондентов по поводу использования средств индивидуальной защиты. И вы видите, что только 32% используют эти средства, остальные 60% вообще не используют никаких средств защиты, и 8% для детей. Что касается правильности использования средств защиты, то тут тоже у нас имеется какой-то провал, только часть читает инструкцию, остальные считают, что они могут прекрасно разобраться в применении этих средств защиты. А это очень большое заблуждение. Я могу сказать, что наши исследования легли в основу рекомендаций по защите детей от нападения иксодовых клещей. Они, конечно, опираются на рутинные наши меры защиты, но обязательно мы учитываем особенности детского возраста. Это вот средства, которые мы обычно рекомендуем. Мы считаем, что в современной эпидемиологической обстановке наибольшее значение все-таки принадлежит средствам индивидуальной защиты. Это химические средства, акарициды и репеллентные, и защитная одежда, которые сочетают два способа. Я заканчиваю. И нужно сказать, что о правильности применения. Мы рекомендуем применение химических средств защиты на одежду. На одежду в этом случае, причем сочетание или акарицидно-репеллентных слов, или акарицидных средств, в этом случае они дают стопроцентную защиту. Репеллентные средства дают до 95 и меньше защитный эффект. А вот защитная одежда, она может сочетать оба способа. Вот, пожалуйста, детские костюмы, которые мы рекомендуем для применения. Нужно сказать, что они, конечно, очень удобны в очагах. Что касается обычных территорий, то, конечно, в парке никто не будет гулять в защитных костюмах, поэтому тут мы рекомендуем совершенно другие мероприятия, а именно правильно одеваться и использовать химические средства. И в заключение я хочу сказать, что защита детей должна быть комплексной и направлена на все педагены, которые может передать клещ при кровососании. Наибольшее значение должно уделяться индивидуальной защите детей от клещей. И за безопасность детей, прежде всего, должны отвечать наши родители и взрослые. И коротко могу сказать, что для маленьких детей это правильное поведение детей с родителями, а взрослые дети, мы их можем уже объяснять, правила поведения на опасных в отношении клещей территории. И также для взрослых детей мы свободно можем применять уже, как и для взрослого населения, различные средства защиты. И вот я обратила внимание, что время, общее время обработки рубашек и брюк, мы это подчеркиваем всегда, это очень важно, от 0,5 до 1 минуты. И в этом случае концентрация раствора, которая будет обрабатываться одеждой, она будет как раз нормальной и будет иметь защитную функцию. И еще один момент, последний. Все, спасибо большое, давайте заканчиваем. Что наша одежда, которую мы рекомендуем защитная, она выдерживает 56 стирок и дает стопроцентный эффект защиты клещей. Она имеет специальную пропитку аккоррессивными средствами и вызывает нагдаун клеща в течение 5 минут, что соответствует нормативным документам. Спасибо за внимание.